Вторая четверть в школах области проходит в онлайн-режиме. Эпидобстановка в регионе пока не позволяет вернуться к привычному режиму обучения. В числе заболевших коронавирусной инфекцией есть дети, поэтому риски в такой ситуации слишком высоки. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации рассказала заместитель руководителя управления образования Светлана Тимиргалиева. В штатном режиме по области работает 251 школы с охватом учащихся в 20%. Это младшие классы, которые обучаются с наполняемостью не более 15 человек. В 128 школах организовано дистанционное обучение. С новой волной коронавирусной инфекции есть случаи заболеваемости среди молодежи и детей. Дежурными классами охвачено 57% учащихся начальных классов и 54% учащихся предшкольных подготовки. Деятельность школ со штатными режимами и дежурными классами организуется строго в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Но вместе с тем есть случаи заболеваний среди детей. Но сегодня по области зафиксировано 83 случаи заболеваний коронавирусной инфекцией. В том числе у 72 учащихся школ, 9 воспитанных детского сада и 2 студента колледжа. Для дистанционного обучения на возвратной основе было выдано 17 959 компьютеров. При этом нагрузка на детей снижена. Во второй четверти запланирована одна суммативная работа за раздел и одна суммативная работа за четверть. Проведение ссоров рекомендовано с 3 по 15 декабря текущего года, СОЧ с 21 декабря. Будущие выпускники школ готовятся к ЕНТ. Методическая поддержка оказывается и учителям. В целях повышения профессиональной компетенции и навыков учителей ведется работа по совершенствованию образовательных процессов организации образования. Оказывается методическое сопровождение их работы. В целях улучшения подготовки обучающим к единациональным тестированию и повышения качества образования проводится онлайн. Консультации еженедельные по основным предметам. А также на странице Facebook в Центре развития образования организуется методическое сопровождение для учителей-предметников. В областном управлении образования на постоянной основе действует колл-центр 1301. По данному номеру могут получать консультацию как родители, так и педагоги. Екатерина Шмидт, Тарас Кожимов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.